продолжаю видео реанимации орхидеи которые потеряли тургор и потеряли все корни как их восстановить мои орхидеи простояли час в растворе hb101 сюда я капнула три капельки так как они полностью без корней и сейчас нужно достать из этого раствора чтобы достать орхидеи просто поставить это нельзя их нужно поставить обязательно вверх ногами чтобы из пазух этих листочков стекла вода нужно оставить их на некоторое время перевернутом состоянии например вот так ставим горшочек и на горшочек поставила свою орхидеи и следующий экземплярчик вот эту орхидеичку у нее листики напитались препаратом hb101 они стали более упругие немного плотнее чем были они уже не висят они конечно еще мягкие но немного изменили свою плотность тоже ставлю орхидеи q вверх ногами теперь достаю следующую реанимашечку это детка которая неудачно отделила от мамки там было больше корнины не захватила все корни и но она приходит в себя ничего страшного не происходит слабенькая один листик она потеряла этот засушивает ну молодой вот лезет если я оставлю ее в таком состоянии этот листик загниет тоже нужно перевернуть а зачем промокнуть все салфеточкой и и последнюю достаем орхидеи q варегатную тоже ставим ее вверх ногами на некоторое время для того чтобы стекла водичка после того как просохнут орхидеи я продолжу свое видео когда подсохли мои орхидеи ки нужно поставить их на хранение для того чтобы они пускали корешочки для этого я придумала такую систему моей орхидеи ки кривой корень это неудачно отделенная детка я взяла прозрачную крышечку вырезала в ней дырочку в дырочку свою орхидеи q поставил и налила в стаканчик hb101 и сверху вот так поставила орхидеи вот смотрите корешочек этот кончиком касается раствора и корешок должен повернуться и этот маленький будет отрастать сама корневая шея когда раствора не дотрагивается он немножко на бочок ну ничего страшного вот так я его поставлю под лампу пусть стоит немножко наскосок ничего этот мы определили берем следующий стаканчик наливаю раствор hb101 беру свою орхидеи q продезинфицировала я свои ножнички и отрежу ей вот эти корешочки они уже и не нужны это зелененький наверно оставлен зеленый хороший мне в этой орхидеи ки немного не нравится что вот это место не нравится ведь ему почернело корешочек пускает она видите хороший зачаток корня и вот что-то растет у нее на цветоносе а вот это место надо будет следить чтобы она не гнила дальше ставлю ее тоже в раствор hb101 в раствор я добавила на литр воды одну капельку препарата hb101 вот так и и помещал водичку по вот этот уровень корневая шейка макать не нужно ее цветонос я не обрезаю он начал желтеть если пожелтеет значит пожелтеет а так я его не буду обрезать в таком состоянии она тоже будет стоять теперь я беру варегат на орхидей q после того как она постояла в растворе листики немножечко приняли нормальное состояние тверденькая как ее поставить если я поставлю стаканчик а на листике мягкие не будет держаться вот так согнуться она упадет что я придумала я взяла прозрачную крышечку вырезала в ней отверстие видите чуть-чуть удлинилось теперь нужно мне продеть корешочки вот так налила я в стаканчик препарат и опускаю корешочки вот так она у меня будет стоять немножечко еще добавлю воды но шейка она не будет касаться все больше не буду и таком состоянии она должна начать пускать корешки через какое время она пустит корни я вам покажу если я просто поставил стакан она бы упала вниз потому что листья не держит совершенно а в таком состоянии будет не хорошо она будет держаться это мой детский сад теперь приступим к этой орхидейки вот эта орхидейка которая не отрезала цветонос я ее тоже помещала в препарат hb101 она начинает цвести цветоносе то очень красивая орхидейка ее зовут чаулин мультифлорка бабочка красивая красивая что я с ним буду делать для начала вот этот пожелтевший цветонос он начал желтеть я его обрежу я не хотела его обрезать но теперь так как он начал желтеть я его обрежу ножнички я еще раз обработала спиртом теперь обрежем цветонос обрежу вот эти сухие корни вот и вот этот корешок тоже обрежем после того как я срезала ей тяжелый вот эти вот это тоже срежу на сухой сухой абсолютно ничего не даст теперь я хочу снять ей этот листочек который начал желтеть не все вялые а этот будет еще силы тянуть чтобы снять и листочек нужно его разорвать пополам и снять в одну сторону другую сам отвалился и вот эти остатки листика тоже нужно снять под листиком нету черноты уже радует не хочется чтобы она пропадала там что-то черненько рассматривать это был корешок зачаток куда он черный а вот нам бухает молодой корешочек место ведь она бухшая под листиком листик мешал сейчас зачищу дальше это надо срезать ну просто тянет силы ничего не дает орхидейки это все сухое ненужное лишние чешуечки надо поснимать чтобы она не препятствовала образованию новых корней особенно в местах поближе к живой шейке здесь чуть-чуть чернота какая-то мне нравится я буду следить за ней если она будет чернеть чуть больше я возьму фундазол и обработаю фундазолом а это подсохшая шеечка может быть даже придется потом его так срезать когда пойдут молодые корешочки что еще могу сделать все могу коротить цветонос я посмотрю как она расцветет сможет расцвести вот так обрежем и вот этот а этот она старалась пускал извините новый чем обрезать мальтика красивый цветочек все вот таком состоянии я буду ставить ее стаканчик стаканчик из темного стекла способствует лучшему образованию корней наливаю в него раствор раствор у меня с препаратом hb 101 и погружаю орхидеечку вот так хотя бы вот так она у меня будет стоять здесь у меня будет стоять реанимашечки под лампой и здесь у меня камбри целый ряд сейчас вам покажу смотрите 2 камбри одна маленькая вторая побольше эту камбри в прошлом видео я показывал как она у меня чувствует как я ее поливаю на орхидейка орхидейка отделенная детка это пахучая орхидейка темно-синяя набитая и вариантная орхидейка вот такой детский сад у меня стоит под фито лампой не фито просто лампой светодиодный мама тоже очень хорошо способствует росту растения еще у меня есть такая орхидейка немножко очень болезненно посмотрите какие вялые листья сильно вялые посмотрите какая шейка еще я здесь сняла кошечку и у нее шейка начало чернеть вот гниют полностью мне придется вот это все срезать нового листика нет если был новый листик было бы пол беды и так нового листика нет что я буду делать и посмотрю чернота как это все надо зачистить чернота как оставлять не за это все надо зачистить и ждать новых корней и обработать фундазолом фундазолом не буду обрабатывать завтра так как сегодня уже поздно и она очень-очень сильно вялая сегодня и что сделаю я ничего делать не буду я возьму такой прозрачный стаканчик налью раствор hb101 и погружу ее в этот раствор одним листочком вверх ногами для того чтобы корневая шейка хорошо подсохла а завтра я ее обработаю фундазолом и покажу не делать дальше дождемся завтрашнего утра и продолжение моего видео о реанимации этой загадочной орхидеи в ее спасении вот так вот я спасаю свои орхидеи спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной до свидания все до свидания но до свидания до свидания Продолжение следует...